хей ой с вами шимики мы продолжаем ради тегу под названием дамы совершился dlc про пробки окей давайте же отправимся дальше здесь дай погружусь так у нас здесь пиратская херня какая-то сейчас просто с вами поплаваем немного пособираем ресурсы я вообще вспомню как вообще управляется в игре корабль с русалкой ли это фея пока что деньги мы с вами пособираем я расскажу зачем нам немножко будут деньги да тут уже обгрейды нам не нужны так мы если не ошибаюсь максимум про качались так водные ловушки мы с вами проходим игры как вы помните почти на сто процентов эй смотри-ка тебе удалось найти дополнительный предмет что это часть маски думаю здесь будет отлично смотреться первым перья воду который можно найти в серферской зоне открытого моря а если я соберу все перья и части маски исключится что-нибудь крутое уж точно покруче твоих риторических вопросов удачи тебе даже новый облик себе сделал на типа гавайскую тематику так немножко назад вернусь мы полетели так саламандры пойди двухпешны эти чутки я не помню что я не делаю но они что-то делают а это тоже все поменялось как вы видите о гонец а я тебя жду 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 и отличное оформление лавки прошу прощения но это же вроде бы лавка дикие или что тех того а ты тоже их тоже из этих из кого из людей которые считаешь что все в этом мире должно определить определяться точкой их зрения нет просто мне нравится лавки тики конечно давай закроем глаза на то что может быть для меня это просто лавка и может быть я воспринимаю соответствующие заведений из-за твоего мира как мистическую лавку или что-то типа того в конце концов это ведь я здесь гость верно могу поспорить когда совесть собеседник и говорит тебе из какой он страны ты в ответ называешь свой город в общем добро пожаловать в лавку в ряде что она радует твой эгоистический взгляд а я еще я привязал твой свиток тропик теперь ты можешь видеть временные рая разломы тебе что-нибудь нужно чат так чем ты хочешь поболтать текущая локация стала быть остров удуян о да наслаждайся пребыванием в тропиках только постарайся не навредить крошкам удуянам они не злые пока не нравится нравится на место погода тут я не бой не побоюсь этого слова уникально что-то не так слушаем не уже довольно понятно что разговор у нас получается не слишком увлекательно ну вот беседы о погоде для меня определенно не счет четкая нет ты хочешь поболтать есть что рассказать может тебе есть что рассказать ну конечно мы с тобой по твоему где какой-то нибудь игре касающая подплатформеры в жанре метро 2 не о чем же я тебе рассказать может быть о злом джинни который вечно портил желание своих хозяевов те из них кто хотел научиться летать потом не могли спуститься а те кто мечтали все знать теряли возможность говорить и писать конечно случится интересно а может а мальчики который мечтал о воинской службе и узнал о том что мы есть то что мы едим того шпагоглотателем что а знаю у тебя одна история жила была одна семья который держал постарелый двор в мире без какой-либо физической границы да да именно так комната для ночлега у них было бесконечно множество а делали шли так хорошо что ни одна из этих комнат не пустовала ни дня на новые поставили цель все приезжали и приезжали и для них тут же находилась жилье погоди но как можно снять комнату если все они заняты это ничто не это нечто неслыхано да но видишь ли меры без границ имеют свои плюсы и даже если всю комнату занять возможности их съема бескрайне как коридор в котором уходят из их двери так что каждого нового постояльца отправляют в комнату номер один и он просил постил уже занятые у постояльщика переместиться в комнату номер два тот в свою очередь отправляется в следующий пост стояльца в комнату номер три и так далее до бесконечности ты возможно не сразу разберешься в этой системе но если учесть что человек человечество количество комнат бесконечно всегда найдется новая комната в которой можно войти и попросить занявшего его постояльщица перейти дальше конечно все это доставляет не в долг со некому неизмеримому числу людей но факт остается фактом каждого братский мог мог получить поводу даже отсутствие свободного места славный у них там порядке дать этого кстати аппаратки трудно даже представить себе вас ухой им обойдется слуха уборщиц так что члены этой семьи постепенно пришли к выводу что какие-то границы все же нужны чтобы пас что поставил на двору можно было управлять количество комнат в нем было так должно быть конечным иначе будь ты хоть осьминогом никаких конечности тебе просто не хватит со временем подробности этой историкой как эта часть бывает стали совсем туманами такая уж она бесконечность конец серьезно что именно невероятно такая история моё моё полное погрушение и все ради сомнительного каламбура в конце а знаешь во что я не могу поверить я в то что даже услышав столько историй ты все никак не научишься мыслить масштабно или теперь вопросу наплевать что мне только что удалось рассказать тебе как провернуть фокус бесконечности и плюс один конценту туализировать множество с 8 способностей к вечному движению так чтобы понял даже и пятилетка я так и думал как чем ты хочешь поболтать красавка для что-нибудь нужно ну лучше ну смотрите улучшение нас уже все поэтому так как отсюда выйти вопрос так вот что ребят у нас новенькая появилась это что раковина дано и что же она делает в лавке она волшебна очевидно же перед тобой денежная раковина денежная раковина но так все же жаловались что после покупки всех апгрейдов осколки времени куда девать и надо придумать что-нибудь чтобы слить их вот мы придумали ясно и как это работает на данный момент никак искать или приключения набросились в нее несколько сколько времени чтобы слив забился а мы можем как-то прочистить его да нет то чтобы вот если бы у тебя был деньги деньги гаечный ключ и как него найти возьми да поищем а если у меня к словам есть да и нет прошли мы забито чтобы все починить нужно ближе к а что это еще такое а это музыкальная шкатулка музыкальная шкатулка знаю звучит по-дурацки это трофей за тобой из стародавних путешествий не знаю что она делает но выглядит очень нарядным о чем закончилась история со шкафом а он где-то он нам все равно больше не нужен и где же это где-то это ты узнаешь позже или не узнаешь музыкальная шкатулка заблокирована разблокирована вы можете включить любую мелодию в магазине или изменить ему уровня минимум паузы полетели чудиков этих побеждаем у я шо без записи подожди у меня запись хотя придет до идет все хорошо то и смотрю меня таймер не запущен так эти короче кидают они разрываются поэтому надо оба вау и вот и и и Окей, теперь подошли к карту, а как открыть карту Рэм? Так, там лоза крыта, хорошо Так, уничтожаем лозу Так, отлично Сохранение Здесь довольно много новых врагов добавили, если так посмотреть Нам нужно все равно карту с вами смотреть Блин, вот видите, я уже пропустил Пойдем наверх там где-то Чтобы помногих раз в одно и то же место не бегать Так, так плохо Так, хорошо Так, тут отлично Хорошо, идем далее Блять, как выйти с карты Так, полетели Так Отлично Ага, там есть подъем наверх еще А я просрался, да Так, а сохранение было, я не помню Нормально 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 Я чтобы зря время не тратить и в одно и то же место по сто раз не бегать. О, черт. Так, готово. Кусок маски. А теперь можно отправляться. Продолжение следует. Продолжение следует. Нет, 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 нет. Зараза. Так, вон кусочек валяется. Отлично. Отлично. На них, если что, можно остановиться. Чем их меньше, тем они быстрее бегают. Поэтому берите это себе на заметку. Нормально. 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 ТП есть. За мной этот все еще слепит, я смотрю. Отлично. Так, отлично. Засейвились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТУ-ТУ-ТУ-ТУ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странно, что не долетел, ну ладно О, это, короче, с переключателями Здесь на самом деле не такое сложно О, это, короче, с переключателями Так, вот, видите, тут есть, короче, точка Куда можно упасть Если я не ошибаюсь, это вот здесь нужно встать Нет, кажется, не здесь А ну-ка, сейчас Во, теперь возвращаемся обратно И теперь нужно вспомнить, где именно Кажется, здесь Нам нужно просто постоять Видите, у нас есть там проход Внизу Нам нужно просто постоять Ну, где-то минуту Тридцать Тридцать секунд И где-то именно тут так Только я не уверен, что именно здесь нужно стоять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше не спрашивайте Я сам не путаю Ну, короче говоря, где-то вот здесь Есть специальная точка Благодаря которой мы падаем вниз Ну, похоже, это подпадем, опять же ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, давайте, короче, здесь станем, да и все, будем стоять Вы думать, вы думать, я не тяну время Это не так Это не так, я не тяну время О, видите? О, 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 видите? Все, пошло-пошло А где-то вот этот домик как раз телепортом Где бесконечная комната, о чем я говорил О, так вот куда пропал чкаф Это радует А теперь давай оставим его в покое Я серьезно, оставим его в покое В любом случае, мне не до философских тарад Ты хочешь снова надеть синюю мантию или нет? Должен признать, я и подумать не мог, что ты переместишься именно в ту вселенную Куда я переместил этот шкаф После того, как мы разобрались с музыкальной шкатулкой И вот мы здесь Срана, да? Что я должен сделать, чтобы мой шкаф перестал себя привлекать? Если я расскажу тебе снова любимое стихотворение Это тебе станет лучше? Впрочем, должен сказать стихотворение, что надо Ладно, приступим Будь у меня небесные покровы Пуля Баттер Уайт Знадень небесный я парчой Из золота и серебра Рассветы и ночной порой Из дымки, мглы и серебра Перед тобой бы разделил Но у меня один не мечты Свои мечты я разделил Не растопчи мои мечты Неплохо, да? Как думаешь, в последней строке автор предупреждает Опасность, я грядусь их чем-то Топчет чьи-то мечты Или же призывает окружающих быть добрее В любом случае, я, кажется, намекаю Что тебе следует вступать осторожнее Потому что тут рядом мой шкаф Сейчас же Поставь В покое Мой шкаф Какое упрямство Только попробуй сделать это еще раз Я проверну фокус, который заставит тебя уйти Фокус отличный Все, что для него нужно, я купил в сети Фокус улет Гонец не пройдет Так говорится в рекламе Ну, я начинаю Ладно, посмотрим, как ты справишься с заграждением из троиточек Троеточек Троеточек В общем, посмотрим, как ты с ними справишься А, это вот это, видите, то, что он просто пишет триточки Я не помню По идее Все, что я сделал, это я сделал Спорим, эту фразу ты пропустишь после того Такого обилия троиточек Это произойдет чисто по инерции Ну что, предыдущая фраза прошла мимо тебя С такой скоростью Впрочем, я все равно не говорил ничего важного Стало быть, ждешь философской тераты Правила ты знаешь Ладно Позволь мне поделиться с тобой своими мыслями После прочтения трудов Уикса Юнга и Миллера Если точнее, речь пойдет об эмоциональной боли А если еще точнее, о том, как все мы стремимся ее избежать Поначалу это кажется наиболее предпочтительным решением Однако при ближайших рассмотрениях всплывают важные истины То, чему мы противом никогда нас не отпускают Такими словами, страдание нам может доставить лишь то, что мы оказываем понятие и принять Тревожность можно представить в виде двух горящих в нашем разуме точек Одна из которых, то, что мы идем А вторая, то, чего нам хотелось бы А, то, что мы имеем, а то, чего мы хотели бы иметь Сила испытываемой нами боли В данном случае соответствует расстояние между этими двумя точками Чтобы нам стало легче, расстояние эти необходимо свести на нет Или хотя бы значительно сократить И, пожалуй, в данном случае в свете докучливы Апологеты осознанной медицины в чем-то правы Важно учиться отпускать ситуацию То и дело повторяют они Легко сказать, правда? Особенно если учить Учать, что совет о том мы слышим Как правило, от людей, которые уже обрели внутреннее спокойствие И когда нам говорят, как это просто Мы в нашем страдании чувствуем себя еще не менее Приспособлены к этому миру Мне кажется, речь о том, чтобы Сократить эти разрывы Между двумя точками Как можно более здоровым способом Если подумать Большой часть боли, как в этом мире Окружающие причины Причиняют людей И способны справиться с собственными тревожностями А потом Пытающиеся сократить этот пресловный встречный разрыв Превратив то, что имеет в то, чего им хотелось бы Или другим словом Взять ситуацию под контроль Которая это может срабатывать Как Краткосрочная стратегия Помогающая контролирующий Слизистый уровень тревожности Но на самом деле Человек это просто Передает свою тревожность другим Сложное для понятия Но в конечном счете Суваживает нас Правда заключается в том Что есть и другие способы сократить этот разрыв Превратив то, чего нам хотелось бы В то, чего мы имеем Или другими словами Пойти по пути перед этим Принятием Осознав свои отрицающие эмоции Мы можем встретить их в свою Картину мира И постепенно принять Как за то, чему они призывали Нас научить Так как доказательство того Что мы живы Принятие приводит к Некому эмоциональному Скорби Переживая, которое мы мало Помало освобождаем От определенных воспоминаний Или состоящее Состояние души В конце концов Лишая эти эмоции Способности Занимать наш разум Если тебе трудно в этом поверить Подумай о том, что все это Справедливо и для Положительных эмоций Возьмем, к примеру Носталью Песня, которую все слышат В то самое Лето Твоей юности Она словно Возвращает тебя В прошлое Верно? Но ближе к делу И что Происходит, когда она Тебя туда возвращает Конечно же Ты даже не пытаешься Противостоять Теплым Радостным воспоминаниям Которые тебя наполняют Ты впускаешь их в себя И даже Изо всех сил Стараешься Почувствовать их Все ярче Полную силу Вызывающую В памяти Образы А если хорошо Сосредоточиться Даже запахи Через несколько мгновений Эта теплая Начинает покидать тебя И ты Словно Пробудившись После хорошего сна Всеми силами Разума Пытаешься удержать Эти ощущения Но они Избежно Рассеиваются Таким образом Ты словно Оплакиваешь Положительные воспоминания Приняв эти чувства А не попытавшись Воспротивиться им Их власть На тобой Слабеет На следующий день Оказывается Что старая песня По-прежнему Пробуждает Некие чувства Уже не способны Нанесить тебе Такой же Сильный удар Как в первый раз Над это Решаешься Открыть уголок Своего разума И в полной мере Принять эти ощущения Конечно В том Что касается Положительных эмоций Все это Крайне Печально Но есть Светлая сторона Все это Справедливо И для Отрезательных Переживаний Если тебе Присполняет Печаль Если тебе Предали Или тебе Вспомнилось Что-то Грустное То в полной мере Приняв ситуацию Пропустив Ее через себя И отпустив Ты слабливаешь Ее воздействие На себя И пусть При осознании Того что Счастливые Воспоминания Больше не оказывает На тебе В прежнем Востесе Тебя хватает Печаль В данном Случае Ты наоборот Почувствовал Прилив радости От понимания От понимания Что отрицательные Эмоции Исчезли Таким образом Полагаю Будет Справедливо Сказать Что в печали Есть Определенная Красота Это большой Объем информации И надеюсь В нем Есть Хоть какой-то Смысл Но пожалуйста Не забывай Что я всегда Лишь Обычный Лавочник Если мои слова Не нашли К тебе Отклика Можешь без малейших Сомнений Забыть о них У меня больше Не осталось Соображения Которые я могу Будь тебе Изложить А потом Я просто Перенесу шкаф Во времени В мир И сделаю Все Чтобы тебе Больше не удалось Найти его Бывай Вот и все Огромная Текстильная Часть У нас Прошла Но я Сделал Все Чтобы Вам Показать Этот шкаф Сделал Так, ну здесь я ничего не пропустил, пока сюда бежал. Нет, ничего не пропустил, это хорошо. Ну, короче, что такого отчета не будет, лучше бы. А, нет, еще нету босса. Я почему-то думал, сейчас будет босс. Ага. Так, а что я так делаю? Ну, сейчас уже где-то 40 минут маякаем. Так. 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 Продолжение следует... 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 вот это вот плохо ладно вот вот Субтитры делал DimaTorzok 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 Да что ты такое говоришь? Я проводил ритуал, чтобы не дать вулкану пробудиться, а бой завязался и вовсе случайно. Это не так. Так. Не так. А знаете что? Это логично. Пожалуй, увидеть во мне угрозу было очень легко. Полагаю, мой инстинкт самосохранения сработал как-то слишком быстро. Да, я понимаю, все нормально. То есть, ты хочешь сказать, что вулкан пробудится? Учитывая то, что генерал демонов Браматазель собирается использовать его для проведения какого-то ритуала вуду, нам всем остается лишь надеяться, что это не случится. Слушай, мне жаль, что твой датом пострадал, слышишь? Не беспокойся. Нет, мне и вправду жалуют. Все хорошо, это и вправду было ошибкой. Ну как же мне выбраться отсюда? О, я настрою под тебя ветер, следуй за мной. Ты можешь идти по аэродинамических трубе, и я еще раз повторяю, произошло недоразумение, все нормально. Так, все забрал, да. Ну слушайте, серия вышла у нас на 50 минут плюс. Ну в принципе, да, я говорю, как в принципе с голем, такая же ситуация была неудобненько. Так, ладно, давайте поднимемся наверх. И думаю, мы можем на этом с вами закончить. Додаем до сохранения. Так, я не понимаю, тут что-то есть? Нет. Ну что, в принципе, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...